Я пригласил вас для того, чтобы обсудить важные вопросы, которые приобрели определенное звучание в нашем обществе. Во-первых, это совершенствование законодательства о гражданстве, и во-вторых, о приведении амнистии. Теме гражданства мы всегда уделяем самое пристальное внимание, в основном по двум причинам. С одной стороны, мы беспокоимся о безопасности нашего государства, с другой – добропорядочные и трудолюбивые граждане – самое главное богатство нашей страны. Мы всегда рады приветствовать на белорусской земле тех, кто искренне желает стать гражданином нашей страны и внести свой вклад в ее развитие. За прошедшие пять лет гражданство Беларуси по различным основаниям приобрели около 14 тысяч человек. При этом каждая просьба о приеме в гражданство пристально изучается с соответствующими службами. Вопросы, требующие президентского решения, предварительно рассматриваются в специальной комиссии. Гражданами Беларуси стремятся стать и становятся выходцы из разных государств, в первую очередь, конечно, постсоветского пространства. Но также к нам едут уроженцы Азии, Европы и даже Америки. В августе прошлого года я попросил ускорить предоставление гражданства украинцам по понятным причинам. В общем-то это наши люди. Они связали свою жизнь с Беларусью, соблюдают законы, растят детей, работают хорошо, трудоустроены, в сельском хозяйстве, в образовании, медицине и даже науке. За год белорусские паспорта выданы уже порядка пяти тысячам украинцам. Но к вопросам предоставления гражданства следует подходить взвешенно и аккуратно, обязательно учитывать национальный интерес. Но об этом я постоянно требую информации от соответствующих структур. И я вижу озабоченность некоторых наших граждан Беларуси о том, что надо бы поаккуратнее относиться к приему гражданства, да и вообще к допуску на территории Беларуси граждан Украины. Я хочу этим людям сказать, что беспокоиться не надо. Мы все понимаем и видим. Каждый человек, который к нам приезжает, чтобы просто, как я говорю часто, перекусить и обратно вернуться, или же остаться здесь, или же транзитом, едут через Беларусь. Все находятся под контролем. В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, выехав, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны. Все до единого, мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Вопрос касается того, что многие депутаты поднимали вопрос, да и граждане сбежали, вредят, преступники фактически продолжают преступную деятельность. Предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта. Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться. Или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно, или у них иная ориентация. Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность. Второй вопрос в совещании – амнистия. Сейчас наша страна оказалась под беспрецедентным давлением Запада. Но даже в таких условиях белорусское общество остается консолидированным, сплоченным. Поэтому в преддверии Дня народного единства, отмечается 17 сентября, как вы знаете, предлагается обсудить целесообразность амнистии. Традиционно каким-то великим датам, событиям мы делали этот для нас символический, для народа символический шаг, а для тех, кого оттуда выпускают на свободу – это важный момент в жизни. По-разному они, конечно, адаптируются в обществе, но, тем не менее, такая практика есть. Среди осужденных есть самые различные люди, в их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все, особенно в местах отдаленных. Но это уже МВД сейчас доложит. Они несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет, да и им и работать с ними на свободе. Если эти люди раскаялись, стали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение. Предлагаю обсудить круг лиц, на которых следует распространить амнистию. При этом я подумал, вот серьезно, в связи с озабоченностью многих граждан нашей страны, люди еще не отошли от того 2020 года. Иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников. Всех мочить, сажать и так далее. Ну, знаете, единство в обществе это никогда не добавляло. Но, тем не менее, просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей так не будет. Я к чему? Что может быть окончательный вариант законопроекта рассмотреть на некой комиссии, группе представителей. В том числе, ну, если можно так сказать, нормальной оппозиции. Пригласить людей, которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества. Они не враги. Пусть они выскажут свое мнение, но при этом я хочу еще раз подчеркнуть. Подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем там налево, направо отпускать всех и выпускать. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Но еще раз подчеркиваю, есть люди, которых мы свободно можем освободить досрочно. Послабление допустимо только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты-экстремисты не из этой серии. Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан. Поэтому давайте по существу конкретное предложение. Министр внутренний день, пожалуйста, докладывайте. Уважаемый товарищ президент, в течение последних пяти лет в органы внутренних дел поступило более 14 тысяч заявлений о приобретении гражданства Республики Беларусь и 587 о прекращении гражданства. По результатам их проверок прекращено рассмотрение 288 заявлений о приобретении гражданства. Еще 114 о приеме в гражданство отклонены распоряжениями главы государства. С августа 2021 года усилия органов внутренних дел в сфере гражданства сосредоточены на выполнении вашего поручения данного 9 августа 2021 года на встрече с представителями медийного сообщества, касающегося предоставления гражданства Республики Беларусь иностранным гражданам, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность на территории нашего государства с учетом интереса Республики Беларусь. Все цифры, которые получили гражданство, вы, товарищ президент, озвучили. Вопрос исполнения поручения находится на постоянном контроле в Министерстве внутренних дел. В Министерстве внутренних дел совместно с заинтересованными также подготовлен законопроект Республики Беларусь об изменении закона Республики Беларусь о гражданстве. Проектом предлагается изменение и дополнение ряда положений закона о гражданстве в целях обеспечения внутренней безопасности государства, стабильности общественно-политической системы, а также его корректировка с учетом практики применения. Так предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Республики Беларуского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, согласно перечню статей, которые будут изложены в законе. Предлагается, что такое решение будет приниматься главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет. Также МВД рассчитывает на профилактический эффект данной законодательной инициативы. Помимо этого, проект закрепляет возможность ограничения права и свободы граждан Республики Беларусь, имеющих также иное гражданство в случае предусмотренных Конституцией и законодательными актами. Вводит обязанность граждан Республики информировать компетентные органы о приобретении гражданства иностранного государства, либо получение вида на жильство или иного документа иностранного государства, дающего права на льготы и другие преимущества, как уже было сказано, карты поляка. Вносимые изменения позволят сформировать массив данных, которые в дальнейшем послужат эффективным инструментом в вопросах обеспечения государственных интересов и соблюдения законностей. В частности, такая информация может быть использована при приеме на государственную службу, решении иных вопросов, связанных с замещением государственных должностей, имеющих соответствующие ограничения. Также в сфере уголовно-процессуального законодательства, в социально-правовой сфере. Введение административной ответственности за непредоставление информации о наличии документов иностранных государств на данном этапе считаем пока преждевременным. Закон Республики Беларусь об изменении Закона Республики Беларусь о гражданстве будет способствовать дальнейшему усовершенствованию регулирования отношений в области гражданства, обеспечению защиты национальных интересов и безопасности нашей страны. С учетом корректировки законодательства также представляется целесообразная проработка следующих вопросов. О введении торжественного ритуала принятия присяги для лиц, приобретающих гражданство Республики Беларусь. Об отмене требования к заявителю о выходе из гражданства страны предыдущего проживания. Также о необходимости законодательного закрепления механизма проверки владения заявителем одним из государственных языков Республики Беларусь и знания нашей Конституции. Проект закона согласован со всеми заинтересованными. Продолжение следует...